Кабинетный период. Так можно назвать этот этап. Общественный совет, куда вошли барнаульские общественники, журналисты, ученые обсуждают первые наброски проекта восстановления парка. В прошлом году остановились на концепции город-сад. Значит, максимум зелени. Выражаться будет в балансе, который мы постараемся соблюсти, все-таки преобладание зелененных территорий с восстановлением зеленых насаждений, которые там вырубались, за которыми долго не ухаживались. И какой-то процент активности – это и детские площадки, это какие-то небольшие площадки для общественных мероприятий, но это все равно идет как дополнительная функция к общей рекреационной. Накануне стал, наконец, известен размер бюджета. Около 20 миллионов рублей на год парку дает Край. Еще около 30 придет по программе формирования комфортной городской среды. Немалые деньги, но на все и сразу не хватит. Поэтому вот, что планируют сделать в первую очередь уже в этом году. Это беговая дорожка по периметру парка, почти 2 километра. Освещение, дорожки и главные аллеи, как минимум. И, конечно, будут высаживать деревья. Правда, увы, не весной. И это наследие массовых вырубок. Там выросло очень много сорной поросли, которая пустила корни. И для того, чтобы потом эта поросль на месте высадки не выходила и не мешала развитию парка, нам необходимо будет эту территорию несколько раз пробороновать, чтобы все-таки почва была идеально подготовлена. И после этого уже, я думаю, осенью мы бы спокойно приступили к высадке. Кроме того, ученые в кои-то веки и к ним прислушались, посоветовали изучить рельеф и почву. Где лучше высадить, скажем, березы, где сосны, чтобы не засохли. Другая половина бюджета при этом уйдет на содержание парка. Охрану, уход за газонами, обработку от комаров клещей и так далее. Казалось бы, парк оживает, но есть и препятствия. Например, бассейн, оставшийся от прежнего арендатора, который тот не хочет убирать. Площадь бассейна и прилегающей к нему территории занимает примерно 1 гектар парка. Из 18. Желание его владельца, бизнесмена Павла Тулина, окупить вложенные средства, понятно. С другой стороны, в случае, если объект, который находится фактически в центре парка, а не где-нибудь на окраине, будет работать, то, учитывая его сезонность, эта территория будет доступна максимум 3 месяца в году. Сам Павел Тулин уверяет, бассейн вполне может послужить на благо горожан, пока реконструкция парка не закончена. Есть уже участок, который может хоть как-то оживить жизнь парка. Не говорите, что это бесконечно долго будет. Два-три года пока не сформируется концепция парка, почему бы не работать бассейн. Когда исчерпаются все возможности вокруг парка, и этот участок станет критичным, появится более интересное предложение по эксплуатации этого участка. В любом случае, отправной точкой дальнейших работ станет проект, который должны доработать и представить на суд общественности в конце апреля. Примерно в тех же числах, дату объявят позже, всех желающих пригласят на субботник. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.